Эстафету Вечного огня Жирятина перенимает от Жуковки. Лампаду привезли в сквер 50-летия Победы. В эти праздничные сентябрьские дни, когда Брянщина отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, на центральной площади города Жуковки, города партизанской славы, у Вечного огня мы приняли эстафету от Дубровского района. Это самое святое место в Жирятинском районе. Скверп имени 50-летия Победы. Здесь впервые в единственном, наверное, в Жирятинском районе сделан памятник всем погибшим жителям наших населенных малых и больших деревень. Сюда приезжают их родственники, поклоняют, привозят цветы. Деревень уже, к сожалению, нет. На карте они существуют, а в жизни их просто нет. Но памятник у Вечного огня стоит русской деревне. Монумент в центре Жирятина воздвигнут на могиле 30 солдат. Воины погибли при освобождении Жирятинского района 20 сентября 1943 года. Здесь в 2013 году прошла реконструкция памятника. Здесь положен асфальт, облоустроены могилы и все заменены памятники. Жирятинский район уже два года входит в федеральную программу по увековечиванию памяти погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. По этой федеральной программе мы уже отремонтировали три памятника. Памятник 24 советским воинам, которые находятся в селе Воробейня, был отремонтирован в 2022 году. В этом году у нас по программе еще два памятника и работы по ним уже окончены. Мы успели к 17 сентября. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность тем, кто выстоял и победил, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия. Из Жирятинского района на фронт было призвано более 18 тысяч человек, более 4 тысяч из которых не вернулись домой.